Приветствую всех, дорогие друзья, товарищи, братья, сестры, сколько с вами уже не беседовал и не было возможности для общения. И спасибо вам, лично вам, что вы дали мне возможность пообщаться с моим любимым населением, с нашими друзьями. На первый вопрос я сказал бы так, что отличие между периодами, когда, например, это начиная с 90-х годов, конец 80-х, получение независимости, потом 90-е годы до 2003 года, и потом период Саакашвили, щичашный период, который сейчас в Нине, какая обстановка и в Грузии, и в регионе, в Кемукартле, очень большая разница. Я хочу напомнить всем, что в процессе развала Советского Союза, когда Грузия получила и добилась независимости, и сколько у нас проблем были, на фоне такого поднятого патриотизма очень сильно пострадали жители нашего региона. Все это очень хорошо помнят. Поэтому, когда мы говорим о свободе, мы говорим о достижении справедливости, как раз у нас проблема тогда стояла, чтобы люди в нас поверили, жители нашего региона, тем более это наши граждане не грузинская национальность, я отмечу, потому что этот термин тогда очень хорошо использовался, что надо было, чтобы наши граждане поверили в грузинское государство, и прекратилось то изгнание, то ущемление прав и деление людей на каких-то сортов, и вернуть их в русло понимания гражданства Грузии. Вот у нас эта проблема стояла, поэтому мы и начали бороться в первую очередь с национальной дискриминацией, которая со времен Гамсахурдия присутствовала в нашем регионе, и с тем бандитизмом, который там то Гвардия, то Мхедрионе, то какие-то банды появлялись в районах, крабили наше население, пугали. Поэтому вот сравнить сейчас нынешние ситуации очень сложно. И я даже вспоминаю такой момент, когда в 2005 году было заседание Совета безопасности, и меня вызвали, как тогда я молодой такой губернатор был, и прямо Шеварнадзе говорит, что что там у вас происходит, почему такие беспорядки, потому что он зачел письмо президента Турции Демиреля, господина Демиреля, который писал, что все грузовые машины, которые заезжают в Турции, и для Грузии, и для Азербайджана, они грабятся, и в основном грабят его в сторону Красного моста. Кстати, вот на этом заседании Совета безопасности, там и Джабайос Ильяне сидел, и Китуланы, и все вот эти, которые управляли вооруженными группировками, они там сидели. А упрек получил я. И вы, наверное, помните, что мы собрали надежных людей. 3 марта мы разоружили всех, и на Садахло, и на Красном мосту, и эти были там хедренцы, которых до этого я предупреждал, что с оружием ходить нельзя, и надо его сдавать в полицию. Но они не согласились, и мы их разоружили. И на меня потом 300 человек в Руставе напало, была перестрелка, я сам был ранен, и моя охрана ранена была. И вы помните, что мы выдержали вот этот натиск, и как бы этот переломный момент мы внесли для всей Грузии, чтобы вот порядок и справедливость должна быть обоснована для всех граждан. Как бы вот эта ситуация, я вот этот пример привел для того, чтобы сравнить, что было тогда. Люди стояли в очередь за хлебом, не было света, не было справедливости, все боялись. И вот постепенно мы сумели выйти из того положения, которое нам и война принесла и в Абхазии, и в Осетии, и как бы вот справедливый подход мы начали уже утверждать в регионе. Вот почему мне приходилось, вы помните, ходить почти во все семьи заходил. И тем более для азербайджанцев, для других национальностей, это было очень важно, что они увидели надежду. Люди никого не знали, никому не доверяли, и многие были готовы уехать, покинуть свою родину. Но вот таким отношением нашей команды, что мы вернули надежду в людях. И эта надежда нам помогла потом уже в реформах. Вы помните тогда, и начались реформы в сельском хозяйстве, реформы занятости людей, социальные программы. Много было проблем, средств не хватало, но мы очень старались. Поэтому, когда мы сравниваем периоды, это абсолютно разные периоды. Как раз в то время Грузия, во время Шеварнадзе, не то что сейчас хвалить этот период, хвалить невозможно, потому что мы все сложно жили тогда, и трудно было всем. Но в том периоде Грузия получила международное признание, и все вот международные проекты, которым потом Саакаш или Хуастался, все оно тогда началось. И вот эта программа ТРАСЭКа, восстановление дорог, международные программы для восстановления инфраструктуры, увеличение бюджетных доходов, реформа в полиции, это все началось тогда. Нефтепровод, вы помните, самый важный проект, нефтепровод Бакут-Велеси-Супса, потом Бакут-Велеси-Джейхан, газопровод, все началось тогда. Просто потом уже люди забыли, что когда было сделано, и присваивали все блага себе, я имею в виду это как бы во время Саакашвили. Поэтому сравнить эти периоды никак невозможно, потому что на нашу долю пришла самый сложный период, это было, значит, период восстановления справедливости, период внушения и утверждения, значит, доверия государству от граждан и начало реформ, которые потом уже развивались. Вот экономические проблемы решались следующим образом, это я уже частично сказал, опять же, для нас самое важное было навести порядок и вернуть доверие нашим гражданам. Экономические проблемы решались следующим образом, как мы начали освобождать бизнес от вооруженных людей, от вооруженных людей, от бандитов, экономика пошла вперед. Вот все вспомнят, наверное, 92-й, 3-й, 4-й год, что происходило, например, в Гордобане, в Марнеуле, в Руставе, во всех районах, люди не могли ничего делать, все боялись, и как уже мы убрали вооруженных людей, все зашевелилось, рынки заработали, люди начали уже ездить в соседние государства, привозить, отвозить товары, бизнес начал постепенно развиваться, и доходность наших граждан увеличилась. Поэтому порядок за собой понес уже развитие бизнеса и предпринимательства. Вот земельная реформа, как бы его ни критиковали, были ошибки в этом отношении, я хочу сказать, потому что вы, наверное, помните, я вот это напомню, что многие в Тбилиси горячие головы считали, что землю надо распределить по каким-то непонятным принадлежностям. Исходя из этого, наше население, наше население получалось так, что вот они не могли, значит, получить земельные наделы, но я выступал против этого. Поэтому справедливость в этом отношении была зафиксирована, но некоторые руководители в районах деформировали этот процесс, и они создали проблемы. И мне лично приходилось приезжать в селах, приезжать в населенных пунктах и исправлять эти дела. И вы помните, например, в многих районах мы и руководители меняли, и в сельских местностях тоже, в местах тоже некоторых лидеров смещали. Потому что вот этот, как бы, подход, несправедливый подход, что все себе и справедливости не было, оно присутствовало. И мне лично приходилось ездить и исправлять эти ошибки, насколько смог я это и делал. Поэтому многие люди и пострадали. Кстати, в Марнеуле были и арестованы люди, которые вот в этом процессе хотели нажиться и обманывали людей. Поэтому вот экономические моменты, кстати, когда мы реформы проводили, вот земельная реформа, она дала очень большой результат. Я помню, когда проезжали мы по Марнеуле, и по Больниси в сторону Домониси двигались, и в Гардабане, вот села уже были, как расцветали, производили там овощи, производили, значит, картофель и другие продукты. И наши рынки, тогда колодная была Грузия, как раз Камукартель и накормила, можно сказать. Поэтому экономические проблемы у нас были связаны в этом направлении. Мы подготовили, наша команда тогда еще подготовила для развития перерабатывающей промышленности, потому что основное у нас, как бы, это Руставы, это производство, а в сельских районах, я имею в виду остальные территориальные единицы, они производили сельскохозяйственную продукцию. Перерабатывающая промышленность не работала, была разрушена. Только вот натуральный продукт, это было проблематично, хранение, перевозка. Поэтому мы разработали целый план для развития, значит, фермерских хозяйств и перерабатывающей промышленности. Подготовили проект для закона, внесли в парламент, чтобы вот эти направления, чтобы привлечь инвестиции и создать новые производства, что они были освобождены от основных налогов в течение пяти лет. Мы это принесли, ну, кстати, тогда же, тогда тоже, вот команда Жвания и Саакашвили были против, потому что для них основная задача была создать проблемы, а не решение проблем. Тогда у них такая задача стояла. Поэтому вот эффективности экономических реформ было заторможено, исходя из того, что проблемы были как раз в законодательном органе. Вот межнациональные отношения и межкультурные отношения, знаете, это был очень важный как бы аспект нашей работе. Потому что люди, вот Грузия никогда не была моноэтническим государством. Никогда. Всегда вместе с грузинами жили другие народы. Это азербайджанцы, это армяне, греки и другие национальности, осетины, абхазы, если о других регионах говорить. Понимаете, и межкультурные, межнациональные моменты это очень важные и очень чувствительные направления для наших граждан. И когда вот это насилие мы убрали, главной задачей стало как раз восстановление тех традиций, на котором наши граждане выросли. Например, вы помните, наверное, как раз развитие тех традиций, которые у азербайджанского народа и у других народов присутствуют. Сколько раз вместе начали справлять и Новорус-Байрам, и религиозные праздники. Мы, наоборот, создавали все условия для решения религиозных проблем. Никогда с нашей стороны не было каких-то несправедливых подходов, потому что люди, где хотели молиться, они должны были там молиться. Поэтому мы не создавали никогда такие проблемы. Наоборот, я лично ходил и даже помогал. Не только у нас церкви построились, построились и мечети, построились и армянские приходы. Поэтому, знаете, я когда в мечеть заходил, вот, новостроящиеся мечети в самом же Марнеуле, меня в Тбилиси критиковали, что я там поддерживаю какой-то пантуркизм и так далее. Я это понимал, потому что эти люди далекие, которые вот так подходят, далекие были от решения проблем грузинского государства. Только решение проблем религиозного характера, регулирование межнациональных отношений дает прочность грузинскому государству. А некоторые в Тбилиси от своей колокольной этого не понимали, только пиарились, а мы работали вместе с вами. Поэтому, вот эти отношения, которые у нас были, как бы, фундаментированы, она сейчас тоже продолжается. Я вам скажу, если не было бы вот такого доверия и справедливого подхода, наверное, меня все забыли бы. И я очень благодарен, что до сих пор население меня помнит и вспоминает обо мне. И вот не пройдет день, что я с кем-то не пообщался, например, с Марнеулей, Гордобани, с Даманиси. Очень многие со мной контактируют в больницах других районов. И мы и разговариваем. Я знаю проблематику сегодняшнюю. Я думаю, что те основы, которые мы заложили, она как раз сейчас и работает. И это вот и другой вопрос, который вы и следующий сейчас задаете. Понимаете, когда я видел, что грузинский язык это являлось проблемой для интеграции наших граждан в управление государством, мы создали программу обучения грузинского языка. Вы помните, сколько учителей мы подготовили. Мы готовили местных учителей, направляли и также готовили местных учителей. И создали центры переподготовки уже взрослых людей. В азербайджанских, русских, армянских школах уже начали как раз обучать более интенсивно грузинскому языку. Потому что я очень хорошо понимал, если мы это не сделали бы, тогда получалось так, что мы создаем какой-то анклав для каких-то общин. Этого сделать нельзя было. Люди, молодежь уезжала уже с Грузии, потому что они не могли находить место, не могли работать в местные органы или в государственные органы. И вот этот процесс был очень важным и стратегическим. Потому что уже люди увидели, что подход лично мой подход государства было к тому, что мы одинаково воспринимали всех граждан независимо от национальности. И зная грузинский язык, ваши сыновья, дочеря, дети получали возможность уже и обучаться в высшем учебных заведениях, и получать работы, и интегрироваться в управление своей родиной. Потому что грузинское государство это родина для всех нас. Вот это очень такой важный момент и переломный момент был. И сейчас вы видите, что ваши дети тоже многие учатся в Тбилиси и в районах, получают вещеобразование. Грузинский молодежь владеет, уже более владеет. Этот процесс развили потом другие периоды, но она тоже получила неправильное развитие. Мне говорят, что многие школы закрываются азербайджанские, армянские школы, скажем, и делают так, что уже сам азербайджанский язык становится таростепенным. Нельзя этого делать. Это многие не понимают. Нельзя людям отнимать свой родной язык и свои традиции. Это все надо сделать, надо это все сбалансировать так, что люди понимали, что надо учить государственный язык и не терять свой язык. Если мы сейчас не будем обращать на это внимание, пойдет время, это обернется проблемой. Многие в Тбилиси этого не понимают, я их предупреждал и предупреждаю. Поэтому я думаю, что мы будем серьезное внимание обращать к этому, что люди имели возможность сохранять свои традиции, свой язык и обучать государственный язык, интегрироваться управлением и местных органов власти, и центральных властей. Это очень серьезная задача, на которой должна сегодняшняя власть обратить свое внимание. Очень много чего мы не успели. Знаете, несмотря на то, что я работал почти 9 лет вместе с вами, сделать очень много чего не успели. Во-первых, то, что сделано, я вам сказал, первая задача это было наведение порядка, чтобы надежда вернулась в наших граждан, что они поверили в свою родину, в свое грузинское государство. Это в принципе было достигнуто. Экономические моменты реформы, они потом затормозились, потому что противостояние политическое Тпилиси так накалилось, что она не давала возможность уже развитию нашего государства. Я хочу вспомнить, что вот эти силы, которые были профинансированы извне, как раз запланировали переворот в Тпилиси, захват власти. Я об этом знал, я об этом заявлял в прямом эфире, везде говорил. Вы помните, наверное, три раза Саакашвили сбегал с прямого эфира, когда я о правду говорил. И когда мы говорим, что мы не успели, мы не успели убедить народ не только у нас, у нас верили в нас, но и по всей Грузии, что вот эта группа, которая приходила у власти, стремилась к власти, они не принесли бы благо народу, потому что ихняя задача, ихняя цель была разработана не во благо нашей страны, не во благо Грузии. Поэтому я вспоминаю еще, знаете, такой момент, когда мы полицейские остановили машину, которая с больностью ехала, целый багажник полный паспортами. Людей обманули там в селах и сказали, что мы вам раздадим сахар, какие-то там товары раздадим. А на самом деле группа Саакашвили выкрала эти паспорта для махинации в выборах, предстоящих выборах. И когда мы подняли этот вопрос на телевидении, чтобы перекрыть эту проблему, они потом напали на Больнинский район и помните, там, какая там драка была, избили руководителя села Ахсакала, который уважаемый человек был, и драка случилась и с районным руководителем. Вот эта технология была так, что вот когда они совершали закон нарушали и они совершали уже неправильные действия, они перекрывали другими фактами, потому что под них работало тогда в Тбилиссе центральное телевидение, газеты, правоохранительные органы их боялись, потому что у них и деньги были, и покровители были, и с извне. Получалось так, что только я и наша команда боролась против них, поэтому нам вот мы не успели того, что люди, мы не смогли переломить настроение людей, мы не смогли против этой технологии выступить, когда вот меня очерняли везде, а Саакашули должен был таким просветителем показываться, это все была технология сделана, поэтому когда я говорил, что у них коррупционные схемы, что они хотят захватить власть, что они приходят ко власти для того, чтобы значит за копейки продать стратегические объекты Грузии, вот вы знаете, там Больницкий все модные улицы за копейки присвоил сам лично Саакашули, парты, реки даже продали, присвоили, своей матери там цель университета переоформил, но это не уходит спроста понимаете, я не то что для критики говорю, я не смог донести правду до наших граждан о той предстоящей проблемы и не смог поднять на должном уровне эту тревогу, хотя на каждом, с каждой трибуны я это фиксировал и говорил, но что я сказал, например, на открытом заседании правительства, можете вы посмотреть на ютубе тоже лежит, она все исполнила, все абсолютно исполнилось, потому что я сказал, что это приходит сила, которая будет репрессировать свой народ, все будут жить в виртуальной реальности и насилие и несправедливость будет на каждом шагу, вот пока не зашла эта проблема в каждый дом жителей Грузии, до этого люди 10 лет терпели вот такой кровавый режим, вот эта проблема, которой я один не смог остановить вот этот процесс и я уже 12 лет сейчас нахожусь как политический беженец уже 12 лет прошло по поводу возвращения я скажу вам так значит мы избрали своеобразный путь разработали план действия и почему это тоже вам скажу когда 2012 году уже новая власть пришла хотя вот здесь тоже хочу отметить почему эта власть пришла как это случилось к сожалению грузинский народ вообще наши граждане не определяет будущей страны и выборов грузия попала под влияние сверхдержав и сверхдержав и определяет что должно грузии произойти как они привели во власть Саакашвили так же они решили его убрать единственное что сделал и это заслуга Бедина Иванишвили что он сумел показать американцам западу что народ до такой степени недоволен что смена власти она уже была неизбежной и американцы увидели что они могли получить больше проблем поддерживая Саакашвили чем значит сменить его и сделать начать процесс коабитации который все об этом и говорили надо наверное сказать спасибо что они увидели настроение народа и дали нам возможность дали народу возможность нереволюционным путем заменить власть я подчеркиваю нереволюционным потому что каждое революционное изменение власти какая бы она кровавой не была она приносит собой разруху приносит за собой беду и упадок экономики и все эти проблемы потом восстановить бывает очень сложно мы получили новую власть власть надежды можно сказать и восстановление справедливости все ожидали восстановления справедливости в том числе и я в то время я уже сколько 10 лет ожидал вот этот процесс и как новая власть пришла я был в списке тогда в парламенте список был составлен список политических беженцев и политических заключенных которых парламент уже утверждал и они безоговорочно должны были оправдаться и вернуться к сожалению там некоторые группы значит повлияли на этот процесс и меня оттуда убрали им за раковину и они убрали вы слышали наверно безосновательно никакого основания не было потому что если судить кто есть политический беженец это это классический мой пример это классический пример вы знаете наверное потому что Саакашвили меня всегда считал своим конкурентом он меня и боялся и ненавидел потому что сколько раз я его и расшифровал его схемы его антигосударственные значит деятельность и поэтому у него задача была уничтожить меня и все репрессии которые я и моя семья прошла это всем известно и хочу сказать что в то время когда я уехал с страны в 2003 году я им сказал вы ребята как пришли во власть или захватили власть чтобы вас не нервировать я уеду я поехал в Москву поступил в юридическую академию в аспирантуру и они мне все равно не оставили потому что у Саакашвилы была задача уничтожить меня поэтому вот эти репрессии моя семья попала под жесточайшим репрессиями каждый день там мазками люди вырывались нажим были на моих родителей на детей значит на допросы вызывали жертвам таких допросов стал мой дядя Давид Паичадзе многие знают в Руставе он работал значит и после допросов человек вернулся и застрелился даже прокуратура тогда не возбудила дело ничего не прояснило они же не могли своих этих сотрудников арестовать поэтому никакого реакции не было через год ровно через год не выдержали нервы и мой отец погиб поэтому простить это никак невозможно я хочу подчеркивать никакое время это не исправить никакой там протяженность или изменение поколений не поставить точку пока виновные не будут наказаны поэтому я и подходил к этому вопросу что моя основная цель и остается сегодня вернуться на родине и сделать открытый суд что привлечь к суду главного заказчика этих насилия этого насилия и репрессии Саакашвили но к сожалению тогда влияние Саакашвили сильное было и меня вычеркнулись то есть тех списков ну вычеркнули те же люди например этот республиканец Хидошели которого сейчас министром назначили по заданию скажем посла Америки назначили его министром но я не хочу этот где бы не были на каких-то должностях не были эти люди правду надо говорить всегда и требовать уже ответа от них поэтому они меня вычеркнули вычеркнули только по той причине что в свое время они же одна команда была вместе с националами эти республиканцы Хидошели там Саакашвили и Саакашвили они вместе были они давали оправдание насилию Саакашвили в свое время а я сопротивлялся и был против их действий поэтому вот это влияние перешло и на нынешнее время вот нынешнее время и они меня вот просто абсолютно безосновательно убрали с того списка также был новый прокурор в 2012 году Белашвили там тоже мы занесли заявление Белашвили тоже напуган был его угрожали Зондар и Саакашвили что реагировать на дело Мамаладзе нельзя поэтому он тоже как бы положил на полочке на долгое время но мы не останавливались я хочу вам сказать не остановились и мы сами провели мы сами провели расследование расследование всего комплекса нарушений и уголовщины которое было совершено против меня и моей семьи значит когда мы это материалы подготовили в начале в конце прошлого года 2014 года мы внесли документы и мы внесли документы весной внесли документы значит на имя президента потому что есть несколько путей есть короткий путь президент может оправдать осужденного и кстати я знал что Маргойла Шуль я и до этого знал он как бы там философский консультантом был и я думал что он как-то более покажет себя он назначенный в принципе человек если не было побединой никогда президентом не стал бы все об этом хорошо знают это не то что я хочу как-то его ущемить или это есть правда и я хотел показать что он имеет поддержку народа поддержку населения и когда мы заявление внесли к нему вот мы по скайпу разговаривали нашими друзьями в Марнеуле и я сказал что вот мы президенту занесся заявление они сами сказали давайте мы вот придем и поддержим президента поддержим президента Грузии в том что он не стал заложником опять же этих людей Саакашвили что он показал что он президент народа а не подчиненный каких-то политических сил вот поэтому была проведена такая акция продержку президента люди приехали очень много людей с Коему Карты приехали там были мои друзья мои родственники мои близкие несколько тысяч человек было и я хочу сказать что эта акция сыграла очень важную роль во-первых люди увидели что они вместе во-вторых увидели что они могут бороться за справедливость и они давали возможность грузинским политикам и должностным лицам проявить себя и я хочу большое спасибо всем сказать которые участвовали в этом процессе в процессе борьбы за справедливость что не решил вопрос никакого вопроса не решил Маргойлашвили это понятно потому что вы знаете я не сижу здесь просто так у меня есть уйма информации есть проверенная информация что он консультировался у Саакашвили говорили и он побоялся реакции Саакашвили его людей и вот Маргойлашвили ничего не решил мы потом занесли уже полностью мы сами расследовали этот вопрос и недавно в начале года точнее полтора месяца назад мы занесли уже в новом прокуратуре материалы 386 страниц это полностью расследованный значит материал мы сами выявили нарушителей прокуроров следователей которые значит насильственным путем угрозами избиениями делали все чтобы как-то добиться каких-то информации от значит людей против меня эти люди сейчас все рассказывают они потерпевшие в этом деле мы выявили все фамилии кто чем занимался и хочу сказать что вот люди которые этим замечены были уже и все сами уже жалеют почему в этом участвовали потому что на них уже значит зафиксировано уголовные дела от значит уголовного кодекса Грузии нарушение по 14 статям под перечень 14 статей они нарушили и они должны нести уже уголовную ответственность вот сейчас прокуратура люди приходят пострадавшие все рассказывают и прокуратура это фиксирует я хочу сказать также заказчик как Михаил Саакашвили тоже понесет ответственность по 11 значит статьям уголовного кодекса Грузии если суммарно взять он должен получить 32 года лишения свободы я не просто это так говорю потому что моя цель это открытый судебный процесс и привлечение всех этих людей к ответственности которые вот действия которых не просто было насилие и репрессии по действию которых люди погибли мои близкие люди просто абсолютно невинные люди погибли поэтому вот это дело мы доведем до конца сколько бы времени не прошло и я надеюсь что вот новая прокуратура уже показывает что восстановление справедливости начинается в Грузии и они показывают что новая прокуратура освобождается от влияния этих сондеров в Саакашвили так что я очень благодарен за поддержку нашего населения и я думаю что справедливости мы добьемся абсолютно непонятно чем руководствовались значит должностные лица если Марнеули это не муниципальный центр тогда как можно назвать Марнеули Марнеули один из важных значит территориальных единиц она как бы в центре региона находится она находится на границе и Азербайджана и Армении поэтому здесь очень важно иметь высокий статус Марнеули я думаю что если мы будем совместно обосновать власти поменяют свои отношения и надо добиваться что высокий статус Марнеули и самого района и города было достигнуто ну я как вам говорил после того как мне не дали возможности находиться в Москве и закончить аспирантуру завершить аспирантуру Московской юридической академии мне пришлось уехать к моим друзьям на Донбассе это восточная Украина и более 11 лет я там прожил вместе с семьей ну мои дети там выросли школу закончили учиться сейчас уже в других университетах очень тяжелое время было много чего перенесли но я не останавливался на месте хочу сказать что я достиг глубоких познаний очень интересных направлениях науки значит я являюсь сейчас членом международных академий и университетов мои статьи опубликовались и получили признание и даже финансируются некоторые задания которые разрабатываю основное направление это у меня стратегическое планирование антикризисное управление социальная психология политехнология мы моделируем разные варианты это будет бизнеса это будет политики это будет сфере управления и получаем результаты расчеты которым для и планируем все шаги и все этапы для достижения цели поэтому когда я говорю об этих направлениях очень важно для Грузии сделать моделирование например есть варианты моделирования для Грузии до 2050 года какие варианты могут развиться какие результаты мы можем получить учитывая много аспектов так как международных глобальных так и локальных и в связи с этим я хотел бы сказать что для нашей страны очень важно выбрать правильный путь много делается сейчас со стороны правительства есть значит попытки исправить ситуацию но проблемы многие проблемы остаются значит пока еще не решенные многие говорят мне кстати вот наши сограждане что есть дефицит оперативного принятия решений это очень такой важный момент потому что время идет если не принимаешь во время решения она потом уже не решается и получаешь проблему также очень важно экономические проблемы которые сейчас появились по поводу падения курса лари здесь тоже ничего придумывать особо не надо чтобы укрепить значит курс национальной валюты необходимо увеличить поступление иностранной валюты валютных резервов увеличить валютные резервы страны это можно достичь только значит увеличением продажи товара производимых грузии и продукции на экспорт и привлечение инвестиций инвестиции привлекаются и для этого нужно создавать и законодательные соответствующие решения но по поводу увеличения экспортной продажи продажи товаров на экспорт здесь очень много резервов вот Россия сосед соседская сторона наш сосед сейчас понимаете исходя из того что критиковать только и говорить что там оккупанты и так далее это одно это одна плоскость проблемы а другая плоскость почему мы не можем использовать огромный рынок России тем более Россия уже значит закрыла доступ для продукции товаров с ЕС Европейского Союза и многие страны преуспели в этом я вот пример приведу если например Албания Албания это страна которая с Россией не так уж хорошие отношения имеет по поводу проблем Косово и они 40 раз увеличили поставку экспортной продукции в России это в основном товары сельскохозяйственного назначения они решили эту проблему очень просто приехали министры глава правительства в Москву подписали соответствующее соглашение значит способствование торговли и товары пошли и я это наблюдаю за этим также в разы увеличили свои значит экспортную продукцию и продажи в России Азербайджан и Армении а Грузия здесь особо и не отличилась понимаете здесь вот в том же Квимукартли я помню еще в свое время на самолетами возились с Марнеули с Гардабани с Больниси молодую картошку в Москву сейчас та же ситуация рынок здесь не носить еще надо насишать этот рынок что-то и того потребность товаров очень большой и когда вот есть такая возможность рядом уже оперативно принимать решение и дать возможность носить фермерам чтобы получили доходы платили налоги это почему не решить эту проблему понимаете мы должны выйти от того антироссийского психоза который Саакашвили сейчас создал и она уже продолжается сколько лет он своими амбициями значит взял и отдал территорию и Абхазии и Кодори сдал и Осетии там войну затеял чтобы просто там кому-то угодить и территориальная целостность Грузии перенес на такое-то долгое решение но мы должны эти проблемы перенести на другую плоскость то есть возможность нашим фермерам нашим жителям что они и помочь им что они торговали продавали продукцию если наши жители торгуют они платят налоги валюта поступает и вместе с увеличением экспертной продукции и привлечения инвестиций курс лари укрепляется и это дает возможность увеличения роста бюджета и увеличения зарплат в последующем и пенсии и помощи вот так комплексно надо к вопросу подходить а не так что кто скажет по телевизору или кто кого будет критиковать а для решения территориальных проблем надо диалог вести с Абхазом и сетинами надо с ними беседовать разговаривать узнать их не проблемы и уже перенести плоскость конфликта на плоскость диалога понимаете вот это очень важно и этим надо заниматься к сожалению мало кто этим занимается поэтому когда мы говорим о локальных проблемах это помощь нашим жителям что они могли зарабатывать и они должны чувствовать поддержку населения не должно быть так что знаете многие не знают кто там районе руководитель многие не знают кто там губернатор непонятные отношения сейчас получаются я не я не в том что критиковать кого-то но надо понимать что люди должны видеть надежду в во власти а не то а не дифферентность или некая вот апатию что ничего не сделается так не должно быть и много надо приложить много усилия чтобы доверие к власти и надежда решения проблем и внимания к населению она была сделана а так хочу сказать что знаете чтобы решить проблемы надо глобально подходить к всему грузия стала почему-то знаете хотят его вовлечь в проблемы глобальных противостояний там запада востока россии там западом и так далее нельзя этого делать грузия является ключом кавказа и она является как бы элементом стабильности для всех народов проживающих в кавказе это исторически так сложилось даже в твилиси свою независимость не только грузия объявила и азербайджан и армения тоже в твилиси свою независимость в 2018 году объявляли это тоже показатель чего-то поэтому мы должны очень осторожно к этому подходить я бы сказал так вот в конце что нейтралитет грузии должен быть гарантом нашей безопасности и мы должны дружить с теми стратегическую дружбу сделать с теми кто нас партнером признает и протягивает руку помощи а не тем которые хотят просто так использовать в глобальных противостояниях поэтому выбор пути развития нашей страны очень важно не только для сегодняшнего дня но и для будущего для наших детей внуков и для развития в целом поэтому вот это наша беседа которые вы вот сейчас сделали вам огромное спасибо я думаю что мы продолжим о проблематичных вопросах говорить я надеюсь что в ближайшее время я появлюсь в Грузии я буду вместе с вами большое вам спасибо всем огромный привет что мир счастья у вас было в каждой семье себя чувствовали себя надежно защищенной любя свою родину вот я так хочу с вами попрощаться и вам еще раз огромное спасибо